всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал цветовод сегодня хочу вам показать изюминку моей орхидейной коллекции фаленопсис анаконда если быть точным то название этого цветка звучит как зен мин анаконда если я правильно его произношу фаленопсис имеет очень такой странный аромат цветок только два дня как раз цвел и пахнет он ну такой копченостью я бы сказала чем-то таким пряным но очень странный запах не цветочной абсолютно но я думаю что со временем цветения запах будет по-другому раскрываться и показывать другие нотки у меня уже были фаленопсис с подобным ароматом но со временем цветения они то начинали пахнуть цитрусом то как-то видоизменялся аромат поэтому мне кажется что у данного фаленопсиса это тоже еще как бы не приговор расцвел он пока всего на один цветочек вот цветение пока бедновато хотя подросток такой довольно таки крупный но мне тут стоит на водички как бы метод полива как многие называют мокрая пяточка когда внизу немножечко водички касается горшочка ну и корешки сравнительно как будто бы фитильным поливом по чуть-чуть всасывают воды сколько им надо кстати вот проклюнул он еще один цветонос но почему-то затормозил уже давно в таком состоянии этот цветоносик процвел вот так вот бедненько у кого еще есть такой сорт делитесь под видео насколько у вас щедрый цветок на цветение и очень интересно послушать чем пахнет ваша анаконда вот посравнивать похожи ли ароматы или как-то у вас по-другому она пахнет и пройдемся по другим моим цветочкам сразу бросается в глаза колотейка little princess невероятные расцветки лист у нее вот такой розовый кант густой прям такой широкий ну в тоже молодой листик выдала немножко подпорченный хотя влажность на гигрометре сейчас семьдесят пять процентов для колотей это прям превосходная влажность хочу показать вам мою радость это алаказия пинг дракон развернула новый листочек вот такой он красивый с вот этими двумя листочками травмированными я ее получила они вот такого некрасивого вида ко мне пришли ну а дома разворачивается уже полноценный красивый лист и еще у нее там растет вот новый ростик проклюнулась еще вот такая пуль бачка этому я очень рада так тут у меня дендробиум и у него тоже новый ростик вот такая вот деточка выросла ну ждем цветение конечно я понимаю что такая маленькая псевдобульба наверное не зацветет но хотя бывает разное например у меня даже азиатские подростки в размере 17 дюймов это прям совсем деточка деточка и те тоже зацветали сзади моя колотейка леопардина вот такой красивый глянцевый у неё лист как он отливает переливами люблю эту колотейку очень просто в уходе не капризничает неприхотливая вообще и вот из неприхотливых колотей это макоя абсолютно не требовательно не к освещению ни к почве вот в чем она ко мне пришла в том растет только поливаю периодически добавляю hb 101 препарат во время полива или же добавляю удобрение для декоративно-лиственных фирмы стимовид вот это моя колотейка медальон тоже разворачивает новый листик и вот еще трубочка растет тоже покупала ее вот такой одной деленочкой но у меня дома она хорошо себя чувствует это детки бегоний бегоний одну уронила ну бывает сейчас досниму вам видео подниму потом ее разных сортов но так как это детки бегоний они практически все выглядят одинаково признаки сортности появятся только со временем вот это например бегония жемчужина парижа вот это сзади по моему диадема капперфильд сейчас посмотрим да диадема капперфильд вот тот тоже поможет жемчужина парижа и улетела у нас кто кто у нас улетела не вижу подписи тоже диадема капперфильд она вот будет вообще вот такой розовый вот это старый лист который был укоренен но пока она вот такая серебристо-зеленая так спустимся ниже тут тоже интересности есть вот тут сразу вам покажу листик сансивери хани крем укоренялся он в водичке в водичке дал двух деток потом я его высадила в торф классман в торфе уже тоже корни хорошо пошли в рост ну и детки значительно укрупнились в размере пока непонятно сортность передалась или нет но я очень надеюсь что передалась это вот еще детка бегонии инка night сейчас вам покажу какой она будет вот пока она видите тоже такая серебристо-коричневатая а будет она сейчас покажу вам какой вот такой красной красно-черной ты я только что полила потому что пересушила эту бегонику и у нее опустились листики но уже есть правила свою ошибку видите а маленькая детка выглядит совсем иначе вот это уже более взрослого растения гораздо наряднее интересней а еще мне хочется вот тут достать филадендрон бразил просто он такой нарядный красивый посмотрите какой яркий три цвета до 3 или 4 цвета зеленого но от зеленого до желтого собраны в этом филадендроне ну и достаточно быстро растущий я думаю будет у меня длинная лиана очень скором времени так ну и так я отвлеклась немножко это хоечка хая хэошкэлиана вот покупала я маленький отросток буквально в два узелка там наверное но уже дома на растила еще новых листиков это вариагатный вид хое хэошкэлиана такие красивые у неё листочки как маленькие монетки сзади традисканция зебрина ну это очень нарядное растение люблю ее ну такие яркие у нее листочки у меня она кстати не одна потому что она очень быстро растет я ее постоянно черенкую потом подсаживаю туда же в вазончик чтобы был более пышный куст так, а это сансиверия кирки сильвер блю у нее вот такие толстые-толстые листья как бы вам передать толщину ее листьев не характерные ну например, если вот сравнивать с рядом стоящей хани крем то у нее обычный узкий лист сансиверия то тут это прям очень плотный, жесткий, толстый лист и имеет вот такой красноватый кантик сейчас вам покажу вот тут в тепличке еще один вид хои у меня просто она еще укореняется хоя куртиси или куртиси я не знаю, как правильно ставить ударение тоже как маленькие монетки-листики с небольшим сплэшем по листьям ну пока еще держу ее в тепличке чтобы она лучше укоренялась так вот тут сейчас передвинем немножко, чтобы нам не мешала эта тепличка ну все, я тут все роняю потому что хочется вам все показать ктенанта люберса вот такая нарядная красивые яркие листья ну она по своей расцветке похожа с филодендроном бразил вот тоже растут новые ростики у нее разворачиваются листики она уже требует больший горшочек, конечно ждет пересадки ну а тут у меня еще на восстановлении стоит колотея фасциата вот с вот таким бордовым листом с обратной стороны и колотейка анжела ну даже не буду вам показывать потому что они в бедственном состоянии так, ну я тут уже поваляла все пораскидывала перейдем дальше к вот этим колотейкам моя красавица арбифолия вот арбифолия от фасциаты отличается тем что обратная сторона листа зеленая ну это еще лист с которым я получала арбифолию практически все растения друзья, я получаю по почте потому что в магазинах рядом практически у нас не завозят вот таких цветов всяких диковинок самые обычные всякие фикусы продают и тому подобное поэтому все я заказываю по почте и колотей очень тяжело переносят пересылку вот зимой я получала с вот такими порченными листьями к сожалению вот так портятся листья но уже целый ярус молодых листьев развернулись у меня дома поэтому в скором времени я старые листья просто срежу удалю и у меня будет аккуратненький красивый кустик люблю арбифолию это колотея мозаика или нетворк вот только недавно развернула этот лист он такой ребристый на ощупь вот эта шахматка прямо проступает а кстати вот тут друзья колотейка которую я покупала как дотти но теперь мне кажется что это колотея анжела еще одна анжела у меня посмотрите какие у нее корни вообще такие прям гусеницы разрослись сначала листья были темные очень похожие на дотти вот такой прямо чернильный лист ну а то что развернулось теперь мне кажется у меня теперь будет две колотеи анжелы ну ничего страшного а еще парадокс заказывала зимой колотейку кримсон и вот она пришла мне с вот такими прям травмированными листами у нее было всего два листочка я боялась что она пропадет заказала еще одну кримсон и теперь та кримсон в гораздо худшем виде чем эта это уже вот домашний листочек вырастила еще разворачивают трубочку на подходе хорошо адаптировалась а ту пока спасаю стоит у меня в тепличке вот так бывает это колотейка шафранная или кроката у нее тоже изнанка листа вот такая бордовая а лист на ощупь бархатистый вот у этой колотеи но такие нежные как сатиновые листочки их прям хочется трогать рядышком ланцефолия вот с ланцетным видом листа вот такой вытянутой формы она в общем то тоже беспроблемная колотейка растет себе да растет очень нарядные листочки маленькой деленочкой покупала я колотейку фьюжен вайт потому что это достаточно дорогая колотейка и у меня на канале есть видео вот какую я ее получила там всего в два листа вот этих вот порченых а сейчас дома вот нарастила у меня вот такие замечательные листики и новая трубочка тоже такая нарядная вот этот лист практически совершенно белый вырос вот как бывает но тоже хорошо укоренилась уже в принципе можно пересаживать в вазончик большего объемчика так отправим ее на место так а тут стоит колотейка сандериана вот такой у нее с розовыми розчерками лист это неделеное голландское растение я покупала крупным кустиком и вот еще новая трубочка в общем то у меня таким крупным растением она и растет так и пробежимся еще по подоконнику тут в основном фаленопсис и вот что-то орхидное у меня скоро зацветет я с вами надеюсь конечно же поделюсь когда расцветет покажу что расцвело тут среди джунглей можно рассмотреть хойку аустралис лизу вот такую нарядную и вот этот каудекс такая огромная картошище растение стефания дала два новых ростика но очень медленно растет и развивается и вот на днях расцветет орхидейка лизопадова она такая сизо-сиреневая ну вот жду пока еще бутончик вот только лопнул сегодня но еще не раскрылся полностью и еще вам покажу немножечко традисканции вот таких нарядных я не знаю то ли это традисканция квадриколор то ли какой-то другой вид традисканции еще есть у меня абсолютно вот такая зеленая традисканция мелколистная но мне нравится как они вот такими водопадами не спадают и это красиво смотрится и рядом хедера или плющ тоже красиво свисает прям такие джунгли получается ну надеюсь друзья вам понравился обзор моих комнатных растений и напоследок завершим еще раз анакондой всем желаю чтобы у вас цветы хорошо росли цвели и радовали вас раз